Губернатор Алексей Русских выступил на пленарном заседании 9-го форума «Композиты без границ». Сейчас в Ульяновской области работает 23 предприятия, которые готовы налаживать внутреннюю кооперацию в сфере композитных материалов. Почти все показывают высокие коммерческие показатели и наращивают темпы производства. Ульяновская область оказывает финансовую, инфраструктурную и налоговую поддержку таким предприятиям. Учитывая то, что у композитного отрасли есть очень серьезные перспективы, мы сфокусировали, в том числе и корпорации развития Ульяновской области, которые у нас активно работают, сфокусировали свое внимание именно на предприятиях, которые ульяновские представители именно композитного отрасли. Безусловно, драйверами явились, как я уже сказал, завод «Айлист РСП» и, собственно, на его площадях компания «Аэрокомпозит», которая пускает, узнает сейчас компетующие крылья из контраплана и оперений для самолета «МС-21». За ними потянулись другие инвесторы. Алексей Русских пригласил компаний из отрасли композитов к сотрудничеству. Очень рады всем инвесторам, если присутствуют здесь вот и бывает, как и происходит производство. Очень рады вас видеть у себя, отвечая, что весь пакет мероподдержки будет максимально реализован. На форуме предприятия «Аэрокомпозит Ульяновск» было отмечено как одно из ведущих в своем кластере. Сегодня завод участвует в нескольких важных проектах, загружен на 100% и постоянно развивается. Основная задача предприятия – выйти на максимальный серийный выпуск в ближайшие три года. Два основных проекта – это, естественно, крыло и центроплан для самолета «МС-21». Композитные – это то, что текущий операционный проект. И второй проект – это совместный российский-китайский проект самолета «Сер-929». Это тоже крыло для самолета. Значит, если по «МС-21» мы находимся на этапе серийного производства, сейчас собираются первые серийные комплекты, то по проекту «Сер-929» изготавливаются прототипы и идет работа технологических процессов. Компания «Вестас» также развивается быстрыми темпами. Предприятие производит композитные лопасти для турбин, ветрогенераторов и успешно работает в Ульяновской области уже несколько лет. Сотрудники предприятия обладают высокой квалификацией, что позволяет им проводить обучение процессу производства лопастей на предприятиях Европы и по всему миру. На сегодняшний день наш завод, который находится в Ульяновской области, он не только обеспечивает продукцией всю линейку российского заказа, но в том числе отправляет лопасти на экспорт. Вот мы в 2020 году из Ульяновска послали в Данию 48 лопастей, собственно говоря, в Европейский центр сердца ветроэнергетики. У нас есть возможность расширять наше производство, расширить линейку, начать производить новый тип лопасти в Ульяновске. Мы находимся в переговорном процессе. Корпорация развития Ульяновской области уже приступила к формированию новых площадок под развитие действующих производств и для размещения новых резидентов. В рамках девятого форума «Композиты без границ» лучшие представители композитной индустрии получили заслуженные награды. В их числе компания «Гален» из Ульяновска. Мы рады данным признаниям, как я всегда говорю своим сотрудникам и партнерам, контрагентам. Это только лишь начало. Это не впервые, но каждый раз появляется дополнительная мотивация, становится лучше и лучше. На самом деле наши успехи, в последнюю очередь, я бы сказал, в первую очередь, в связи с тем, что мы релацировались в Ульяновскую область. Во-первых, А – это поддержка региона, Б – это высококвалифицированные кадры, С – это великолепное помещение, в котором мы можем развивать нашу инженерию, технологии и масштабировать наше производство. Это, собственно, и является нашими целями на ближайшие 3-4-5 лет. Участие Ульяновской области в девятом форуме «Композиты без границ» позволило обменяться опытом с профессионалами отрасли и еще раз заявить о себе как о лидере в сфере композитной индустрии. Валентина Никонова, Улправда ТВ